...две мышей 1993 года. Они забрались в мою обувь! Этот шокирующий видеофильм был снят на ферме семьи Беннингов в Австралии. Боже, боже, посмотри сколько их! Преодолевая страх, Энн Беннинг все-таки вошла в кишевший мышами свинарник, чтобы спасти свою живность от неминуемой гибели. Это было нашествие. Миллионы мышей напали на ферму. С ними невозможно было справиться. Это было ужасно. Они все не кончались. Из свинарника изливался огромной высотой около двух футов поток мышей. Миллионы мышей просто катились как волна. Вы видите, что в Веннинге поспели вовремя. Прожорливые грызуны пожирали их свиней живьем. Пострадала не только эта ферма. Соседнее хозяйство Роба Берлина также подверглось нашествию мышиной армии. Они грызли животных. У новорожденных животных они обгрызали ноги. Это был ужас какой-то. Атаки подверглись не только свиньи. Мыши разрушали здания, приводили в негодность технику, уничтожали посевы. Они стали переносчиками различных заболеваний. От них не было буквально никакого спасения. Полчища грызунов обезумели. Это напоминало современный вариант казни египетских. Что и было зафиксировано, как один из самых необычных рекордов книги Гинлса. В тот год весна в южных районах Австралии выдалась дождливой. Фермеры радовались, ожидая обильный урожай. Но они никак не думали, что рекордный для этих мест урожай запустит механизм шквального размножения мышей. Мыши – одни из самых сексуально озабоченных тварей на Земле. Одна пара мышей за несколько месяцев может наплодить две тысячи наследников. Мышиные колонии ежедневно производили на свет сотни тысяч новых, а главное – голодных мышей. Это была война не на жизнь, а на смерть. Во всей стране не нашлось бы достаточно мышеловок, чтобы извести мышей только на одной ферме. Люди проигрывали эту битву. Я поставила в ведра мышеловки в ванной и других местах. И каждое утро выносила топлых мышей ведрами. Это была какая-то прорва. Шли дни недели. Нашествие продолжалось. Только миллионы мышей превратились в десятки миллионов. Каждая мышь за сутки съедает продовольствие в одну треть собственного веса. Все вместе они уничтожили полмиллиона тонн пшеницы. И вот когда венинги решили, что все худшее уже позади, случилось нечто немыслимое. Их младшая дочь попыталась съесть мертвую мышь. Однажды утром я позвала дочь и увидела у нее в руке мышеловку. Она пыталась чего-то там откусить от попавших в мышеловку твари. Это переполнило чашу моего терпения. Многие в такой ситуации просто уехали бы из этих мест, но не таковы были в Венинге. Они показали снятый ими шокирующий видеофильм по местному телевидению. И власти наконец осознали, что если не будут приняты экстренные меры, нашествие мышей обернется общенациональной эпидемией и подорвет экономику всей страны. Для борьбы с крупнейшим нашествием мышей была разработана самая крупномасштабная программа по их уничтожению. Специалисты сбрасывали обработанную стряхнином пшеницу с воздуха, рассыпали ее в местах скопления грызунов. Существовал риск отравления других животных и заражения всей пищевой цепочки. Но выбора уже не было. Оставалось ждать и наблюдать. И вот что случилось. Сельскохозяйственные земли превратились в поля смерти. Нашествие мышей, длившееся полгода, закончилось за несколько дней. Мертвые мыши валялись повсюду. Всего их было собрано более ста миллионов. Самое крупное в мире мышинное нашествие нанесло ущерб в 70 миллионов долларов. И еще то, что почитать невозможно. Психическое истощение людей.